Партнер нашего проекта букмекерская компания Тенниси. Не забывайте, что 3 января встретятся Манчестер Сити и Ливерпуль. Подписывайтесь на нас обязательно в YouTube, но и на других платформах тоже. И поставьте этот колокольчик, оповещение. Это просто необходимо. Итак, по итогам матчей двух команд из Манчестера. Матч Манчестер Сити против Саутгемптона невозможно рассматривать в отрыве от того, что нас ждет 3 января. Когда Манчестер Сити встретится в главном матче, возможно, даже этого сезона английской премьер-лиги, дома с Ливерпулем, который сейчас лидирует и показывает феерически прекрасную игру. Манчестер Сити прервал свою серию неудач. Наверное, это самое главное. Кроме того, Гвардиола все-таки сумел дать отдохнуть нескольким важным футболистам. Это тоже немаловажно. Третье, это то, что второй тайм Манчестер Сити провел в довольно экономном режиме. И, соответственно, потратил не так много сил. Почему это принципиально? Ну, все-таки Ливерпуль играл свой матч на день раньше. И, потратив больше сил с Арсеналом, наверное, Ливерпуль рассчитывал на то, что все-таки на один день больше на восстановление это может сказаться. Если говорить непосредственно об игре Манчестер Сити, то именно с Саутгемптоном. То Саутгемптон вполне себе подходящий спарринг-партнер перед матчем с Ливерпулем, потому что с приходом Ральфа Хазенхюдля Саутгемптон стал очень интересно и разнообразно и агрессивно использовать высокий прессинг. Хазенхюдль, еще будучи главным тренером Ингольштадта, как-то сказал такую фразу. Мы понимаем, что у нас может быть не самый яркий подбор футболистов, но мы хотим играть в футбол так, чтобы соперника в какой-то момент начинало тошнить. Вот сейчас Саутгемптон пока еще не готов прессинговать постоянно, прессинговать регулярно, но периодически высокий прессинг в матче с Манчестер Сити мы видели. И вот что интересно, команда Гвардиолы несколько раз потрясающе красиво из-под этого прессинга выходила, да? Через вратаря, там даже был момент с дриблингом голкипера, через несколько передач в одно касание Манчестер Сити оказывался на чужой половине поля, где свободные зоны зияли из-за того, что Саутгемптон, ну, просто остался на чужой половине поля в прессинге и не успевал вернуться. И несколько раз в исполнении Манчестер Сити это выглядело действительно очень красиво. Но с другой стороны, мы же понимаем, что Хассенхютер работает в Саутгемптоне всего несколько недель, и пока что прессинг у Саутгемптона не идеален. Он не выстроен так, как выстроен тот же прессинг у Ливерпуля. И все-таки несколько раз своим прессингом Саутгемптон загонял Манчестер Сити в тупик. И гол был забит именно после того, как Зинченко попал под прессинг. Ему не успели, видимо, подсказать партнера, что сзади находится соперник. Мяч был потерян, и Саутгемптон забил. Очень важную роль в этом прессинге Саутгемптона играл центральный нападающий Остин. Если вы смотрели внимательно трансляцию, вы могли обратить внимание на то, как Остин руками показывал товарищам по команде, что пора включаться в прессинг, кто какую зону берет на себя, кто какого футболиста берет на себя. И это все выглядело очень интересно. Очень многообещающий для болельщиков Саутгемптона, я думаю, что если команда будет дальше так развиваться, как в последние несколько недель, то, конечно, о вылете речи быть просто не может. Но Манчестер Сити более классная команда. Манчестер Сити испытывал серьезные проблемы в первом тайме, но забил два мяча в концовке. Где-то и повезло с рикошетом. И второй тайм можно было сыграть гораздо спокойнее. Тем не менее, мы увидели, как Манчестер Сити можно ставить в тупик. Если это мог делать Саутгемптон, я думаю, что и Ливерпуля будет периодически получаться. Ну и отдельно, конечно, нужно поговорить об игре Зинченко. Все-таки не так часто он попадает в стартовый состав Манчестер Сити. Не так часто проводит 90 минут от звонка до звонка. Здесь, на первый взгляд, кажется, что не самая удачная игра. Во-первых, потому что он виновник пропущенного мяча. Он попал под прессинг соперника. Во-вторых, потому что был еще эпизод с незначительным пенальти. Где Зинченко, на мой взгляд, откровенно правила нарушал, но арбитр показал, что можно играть дальше. И все-таки не нужно отталкиваться только от этих двух эпизодов. В первом случае, как я уже говорил, Зинченко просто не мог видеть соперника, который со спины его накрывал. И, возможно, услышал подсказку партнеров слишком поздно или вообще не услышал. Ну а в остальном я внимательно следил именно за действиями Зинченко. Он очень здорово работает с мячом. Он очень правильно и грамотно исполнял свою роль крайнего защитника, заполнял правильные зоны. Очень здорово играл в пас в одно касание, помогал команде выходить из-под прессинга, выходить из обороны в атаку. И в конце концов именно Зинченко, обыгравшись несколько раз с партнерами на чужой половине поля, сделал голевую передачу. Очень классную, выверенную голевую передачу на Агуэра. Так что мне кажется, этот матч для Зинченко получился вполне себе неплохим. Ну а теперь нам остается только дождаться 3 января, чтобы увидеть эту потрясающую битву. Очередная серия в противостоянии Клоппа и Гвардиолы. Манчестер Сити против Ливерпуля. Ну а я вас поздравляю с наступающим Новым Годом. После двух поражений Сити наконец-то выиграл, но опять пропустил. Они пропускают, они слегка дергаются в защите. Понятно, что в отсутствии возрастного и не очень здорового Фернандинио есть проблемы. В опорной зоне вот Фернандинио сегодня вернулся и сразу стало понятно, насколько он важен. Но в целом, конечно, Саутгемптон не тот соперник, чтобы понять, Гвардиолова какие-то трудности преодолел. Или потихонечку его уже стали английские команды раскусывать. В любом случае, в атаке-то все прекрасно, но, наверное, пока не в идеальном состоянии. С другой стороны, вроде как возвращается к прежней форме, иногда так кажется, я бы даже сказал, к идеальной форме Сильва. Но речь сейчас не об этом, а речь о том, что у Манчестер Сити в преддверии поединка с Ливерпулем могут возникнуть проблемы. Гвардиола не очень любит вот такую ситуацию, когда нужно выигрывать. Нужно, потому что 7 очков это все-таки многовато. И, наверное, ничейный результат Гвардиолу не очень устраивает. То есть, понимание, что вот будут над ним летать вот эти результаты и что это будет давить, вряд ли Гвардиолу сильно радует. И вот эта команда, сегодняшняя команда Манчестер Сити непобедима не выглядит. Тем интереснее будет посмотреть матч 3 января. У нас есть любопытные планы касательно поединка Манчестер Сити и Ливерпуля. Манчестер Рюнайтед В общем, весь интерес был вокруг того, что сделает Джозе, а не то, что сделает команда. На поле смотреть было абсолютно не на что. Сейчас совершенно другой вопрос. Понятно, что там глупо говорить о какой-то выдающейся игре, о том, что там Сульшер что-то резко перестроил, но просто видно, что футболисты играют совершенно другим настроением, и на это стало вновь интересно смотреть. Манчестер Рюнайтед вновь стало интересно смотреть. Пока что это главный итог того, что мы увидели в том числе и в этом матче. Так что пока что дайте Оли Гуннеру поработать. Ну, я всех болельщиков Юнайтед поздравляю. Наступила новая эра, все, теперь заживем. Впечатления, конечно, самые приятные. Какими они еще могут быть после таких трех результатов? Вопросы к уровню соперника не принимаются к рассуждению, потому что этого уровня соперников мы совершенно не обыгрывали уж по игре. Это точно. Чаще всего по счету тоже не обыгрывали. Маурини ушел, и вырисовывается такая простая картина, что, видимо, в их споре с Погба все-таки был Погба прав. Это не вопрос того, хорош Погба или плох. Возможно, он плох, возможно, он еще навредит Юнайтед. Возможно, он принесет пользу огромную. Но он, их спор, был в следующем. Маурини говорил, ты не играешь как лидер. Погба говорил, я не могу играть, потому что мне не с кем играть. Ты запрещаешь людям пересекать центральную линию, мне некому пасовать. Теперь мы видим, что и Погба и сам бегает на чужую половину, и пасовать ему есть кому, и забивают, и скрометный футбол. Поверить в такое, конечно, очень трудно, что это на постоянной основе так и будет происходить. Все-таки, ну, наверное, и все вместе. И уровень соперников, и вздохнули, наконец, с облегчением игроки, и сама вот такая вот позитивная аура нового главного тренера. Наверное, все сразу. Наверное, это не значит, что Юнайтед вдруг превратился в главного фаворита Лиги Чемпионов и Чемпионата Англии. Все это мы узнаем, грубо говоря, ближе к следующему сентябрю-октябрю. Но в целом все, что мы видим, все нравится. И если так, хотя бы по игре, по настрою продолжится, то менять Оля Гуннера будет совершенно незачем. И нужно будет, просто обязаны будут руководители Юнайтед дать ему шанс. Потому что победный состав не меняют, и победного тренера тоже менять незачем, если он только как Дин Дин Динан сам не захотел уходить. В общем, впечатления самые позитивные. Выиграть этот чемпионат уже нереально. Выиграть Лигу Чемпионов, скорее всего, тоже. Но честь, философия Юнайтед превыше сиюминутного результата. Результаты еще достигнем, если так дело пойдет. Go United! Продолжается успешная серия матчей Манчестер Юнайтед под руководством Сольский Айра. Прошу прощения, мне так удобнее. Разумеется, это обсуждают. Но, по сути, пока следует говорить о душевном подъеме, о душевном комфорте. Хотите, об эйфории. Ну, вот, дескать, говорят, Сольский Айр подлаживается под сильные качества своих футболистов. Но что он должен делать-то? Корежить их после того, как их Мауриню корежил? Естественно, он сейчас дает им играть в тот футбол, который им наиболее комфортен. Поэтому и Пагба так сверкает. Меня, кстати, особенно, ну, не поразило, а привлекло то, что он, когда второй мяч забивал, какой он рывок сделал из глубины поля, еще потолкавшись с защитником, и потом выпрыгнул, опережая Беговича. Но понятно, что сегодня он вот играет в тот футбол, в который хочет играть, и в этом футболе купается. Но мы знаем, что он парень капризный, может случиться все, что угодно. Пока сильные качества МЮ, скоростные нападающие, хорошие центральные полузащитники, все это используется грамотно, и главный тренер молодец. Но, по сути, я думаю, что раньше, начало даже марта, какие-то, в общем, выводы делать, ну, просто-напросто рано. Но пока Манчестер хороший. В любом случае, как бы Манчестер ни играл, все поединки и Манчестер Сити, и Манчестер Юнайтед попадают в поле зрения нашего партнера. В ЭК Теннисе у них есть специальные эксклюзивные линии, которые разрабатываются специально под матчи. Так что, если вы прогнозами интересуетесь, непременно полюбопытствуйте. Найдете для себя очень много интересного, может быть, даже сверхинтересного. Ну и не забывайте про фрибет, который можно получить, регистрируясь на Теннисе Бет.